Лера Зеферонова, здравствуйте! Спасибо большое, что вы сегодня согласились прийти к нам в гости и посвятить свое время такой важной теме, как здоровье щитовидной железы. Но прежде чем мы вообще начнем о нем разговаривать, мне кажется, что будет правильным рассказать нашим зрителям сегодня о том, что это вообще за орган такой щитовидная железа и за что он отвечает в нашем организме. Добрый день, Ольга! Спасибо, что пригласили. Мне всегда приятно участвовать в таких проектах. Щитовидная железа, я считаю, что один из важных эндокринных органов недаром его называют королевом метаболизма, который регулирует все наши обмены. Без нормальной работы щитовидной железы не будет функционировать. Наш организм, а здоровье вообще речь не может идти. Все знают, что сердце – это наш мотор, который качает кровь. Кочки отвечают за фильтрацию. За что отвечает щитовидная железа? Щитовидная железа отвечает за наш энергетический обмен, за наше настроение. Она отвечает за рост и развитие. Если у нас не будет нормально работать, то будет нарушаться функция. И метрепродуктивная, то есть женщине будет сложно зачать ребенка и выносить здоровое поколение. Если она будет плохо работать, то у нас не будет настроения, не будет энергии, будет плохое состояние кожи, волос, ногтей. Будет снижен метаболизм, то есть набор вес, будет проблема с сосудами, то есть будет прогрессировать атеросклероз. То есть может быть проблема с суставами, то есть болевой синдром. Это может быть анемия, часто сопровождает. Очень много проблем, которые связаны именно с щитовидной железой. Если не обращать на это внимание, то мы будем жить неполноценной жизнью. Качество жизни будет очень сильно снижено. В моем обыденном представлении, когда начинают заниматься щитовидной железой, то это, как правило, какой-то репродуктивный возраст. Чаще всего они начинают заботиться именно в годы, когда уже ты взрослый. Но правильно ли это? И вообще с какого времени, с какого возраста девочки, ну, естественно, сначала мамы девочек, а потом и сами девочки, должны начинать заботиться о таком важном женском органе? Я думаю, что не совсем правильно говорить только про девочек или про женщину, это орган, который нужен мужчинам, детям и старикам, всем. Конечно, если говорить о... Чаще всего, конечно, женская половина чаще подвержена заболеванию щитовидной железы. И вы правы, когда женщина вступает в репродуктивный возраст, она, наверное, чаще начинает проходить обследование, потому что готовится к беременности, к планированию. И чаще проходит то же самое музей, или гормоны, да, задают анализы, либо во время беременности узнают, что есть какая-то проблема. И для того, чтобы правильно подойти к этому периоду, конечно, нужно позаботиться, наверное, маме, потому что если у мамы есть какая-то проблема, или в наследственность не очень хорошая, да, то она должна знать, что у ребенка такое тоже может быть. Я советую заниматься профилактикой, ну, не с самого рождения. Конечно, когда у мамы есть патология, во время беременности она очень активно следит за работой щитовидной железы. Датировать либо приемом йода, либо приемом гормонов необходимость есть принимать. Во время кормления, да, период раннего развития ребенка, очень важно датировать ему йод, потому что если изначально будет дефицит йода, то это такая очень плохая почва, да, для того, чтобы в будущем могут развиться различные заболевания щитовидной железы. Изначально, конечно, это дефицит йода, который запускает различные проблемы. Поэтому, да, период раннего развития, там, правильное питание, датирование йода с пищей, допустим, да, при необходимости датирования, возможно, какими-то препаратами или добавками йода. Когда второй такой период, это период пубертата, когда это перестройка половая, рост и развитие, если будет плохая работа щитовидной железы, то будет нарушаться репродуктивная функция, то и женщина и девушка будут поздно вступать в пубертат, да, может быть, задержка месячная, может быть, что-то еще. Поэтому здесь тоже нужно обращать на это внимание. И следующий уже период, когда планирование беременности, у всех это разный возраст может быть, поэтому месяца за три до планирования беременности, если вы раньше никогда не проходили обследование щитовидной железы, то месяца за три нужно обязательно пройти консультацию в микроэнергии. То есть это будет такой достаточный период для того, чтобы, если что, решить какие-то проблемы щитовидной железы? Да, за три месяца можно решить основные проблемы. Если, например, какая-то серьезная, да, там выявляется явный гипотериоз, например, который требует более длительного времени, конечно, там за три-шесть месяцев можно подготовиться и войти в беременность и выносить второго ребенка. Ой, я думаю, что за такие прогнозы нас сейчас подписчики просто должны расцеловать, потому что, когда доктор говорит уверенно такие добрые новости, мне кажется, это должно поддерживать абсолютно всех и давать почву тем, кто сейчас, например, как раз-таки такой путь проходит. Раз уж мы до этого дошли, то, наверное, логично будет спросить, о чем чаще всего, так скажем, болеет, да, щитовидная железа? Какие у нее, да, болевые точки чаще всего, чем она? Изначально я рассказала, что нехватка йода, это может в детском возрасте, длительная нехватка йода может приводить к формированию узлового зону. Рак, конечно, реже встречается, но из узла потом формируется рак в будущем, да, если не обращать на это внимание. Нередко может быть формирование аутоиммного телеэдита с учетом нашей жизни, стрессов, питания неполноценного, да, прием антибиотиков, проблемы с кишечником, как все это взаимосвязано, очень часто формируется аутоиммунная патология, которая является следствием потом развития гипофункции щитовидной железы. И, как показывает моя практика, аутоиммунная патология сейчас очень сильно растет. Если раньше, допустим, я часто ее встречала в возрасте женщин, которые вступают в инопаузу, и плюс, да, когда уже в постминопаузальном возрасте, прям поголовно часто я видела приходящих ко мне на прием женщин, все, кто был аутоиммунный, уже тиреетит. То сейчас эта патология, к сожалению, молодеет, это болеют и дети, что очень печально, потому что аид приводит к гипотиреозу, и как раз, когда родители знают, что, допустим, мама аид, да, или бабушки, конечно, нужно заняться именно в этом возрасте своих детей, с ранним возрастом, профилактика аутоиммунной патологии, и если он уже есть, то профилактика развития гипотиреоза. То, что хаид и гипотиреоз, наверное, это основное, с чем ко мне приходят на прием, для того, чтобы скорректировать. Кто-то хочет профилактировать, кто-то хочет поддержать здоровье щитовидной железы, кто-то хочет правильно полечить, чтобы чувствовать себя хорошо. Для тех, кто совсем далек от темы заболевания щитовидной железы, если я правильно все понимаю, то это либо большое количество выработки гормонов, либо недостаточно, что чаще всего встречается? Больше или меньше? Дефицит. Гипотиреоза щитовидной железы, токсический зон, по-другому называют, болезнь Базедова или болезнь Грейса, она реже, конечно, встречается в практике, но тоже может быть. Это тоже аутоиммунная патология. Но именно частая проблема – это гипотиреоза щитовидной железы, когда недостаточная выработка гормонов, то есть снижается продукция. Если мы говорим обоид, это значит, что часть клеток погибает, то есть заменяется соединительной тканью, и эти клетки уже никогда не смогут вырабатывать гормоны. И задача и цель – сделать так, чтобы отсрочить вот эту гибель и сохранить остаточную какую-то функцию в своих клетках щитовидной железы, чтобы длительно и долго чувствовать себя хорошо со своими гормонами. Потому что когда мы даем заместительную терапию, это, конечно, совершенно другая жизнь. Это препарат, это химия, которая внутрь попадает, и неизвестно, как она будет уработать у того или иного человека. Ну, даже по каким-то своим внутренним ощущениям и по мнениям, которые есть в обществе, вообще прием гормонов, он всегда вызывает какую-то жутку, реакцию людей. Да, и это кажется каким-то самым злым злом в этом мире. Но действительно можно из этого обойтись? Или, может быть, то мнение, которое у нас есть, оно какое-то устаревшее? Сейчас, может быть, мне хочется верить, что все и все шагнуло вперед настолько, что пусть та необходимость, которая есть у определенного количества людей, она уже не так страшна. Конечно. Вообще, когда говорят о том, что нам потребуется заместительная терапия, почему-то у людей сразу такое мнение, что я прибавлю в весе, я буду очень толстая, я боюсь, я не буду принимать гормоны. Но я хочу сказать, что не все гормоны приводят к прибавке веса. Вот, допустим, если плохо работает читовидная железа, замедляется метаболизм, это причина набора веса, но даже здесь больше не за счет жировой массы, а за счет отека, потому что возникает отек повсемедная, задержка жидкости, ну и замедление от обмена веществ. Поэтому назначение гормональной терапии по показаниям заместительной, она будет улучшать самочувствие и будет нормализовать обмен веществ. Напротив, человек не будет дальше прибавлять вес, он будет, наоборот, его снижать. И в тех случаях, когда показана заместительная терапия, допустим, погибла читовидная железа вследствие атрофии, нет аутоиммунный процесс, атрофия, гибель всех клеток, ну или половины клеток недостаточно своей убытки. Есть случаи, когда приходится оперировать читовидную железу. Это может быть токсический зон, оперативное лечение, это может быть рак, пришлось удалить читовидную железу, нет органов. В таких случаях, конечно же, приходится назначать терапию. Человек просто нежели не проживет без заместительной терапии. Либо это радиоактивные, куда-либо чем-либо, в силу разной причины. То здесь не надо бояться. Если доктор, доктор, которому доверяете, назначил вам терапию, и доктор грамотный, то он подберет ту дозу, на которой вы будете себя чувствовать хорошо, и жизнь будет продолжаться, так же, как до назначения лекарства. Я бы так сказала. Это на самом деле, я думаю, что мы сейчас у многих людей сможем закрыть этот страх, эту боль, потому что заболевание действительно, к сожалению, я думаю, прогрессирует, и омолаживается, возраст омолаживается. Но самое главное, что мы должны знать, что это успешно можно... Это можно корректировать. Хотя у многих мнение, что гипотериоз не лечится, понятно, он не лечится до конца, но его можно поддерживать в состоянии компенсации при правильном подходе. А правильный подход это не только прием таблеточки с утра натощак, как рекомендуют. Это еще образ жизни, это и воспитание, это и восполнение необходимых дефицитов минералов, это работа с кишечником. Здесь такая комплексная работа, не только направленная на то, чтобы вот уголом, который мы выпили, нормально функционировал, там метаболизировался в организме, но вообще, чтобы поддержать общее здоровье. Это те рекомендации ЗУЖ, которые сейчас любой врач вам даст, по любой патологии и просто за вам, человеку, это все нужно соблюдать, конечно. Ну да, видимо, просто потому, что это та база, без которой качество жизни будет гораздо хуже, чем нам хотелось бы. А если, я думаю, что всех вам будут вопросы, и меня, в том числе, как мы, по себе, ведь сам, каждый сам себе доктор, вот можно ли заметить по каким-то признакам у себя, наличие, я не говорю заболеваний, потому что все-таки, наверное, диагностировать заболевания должен доктор. Но вот, что должно нас насторожить, как обладателя каждого, своего адаптиза, случайно, что, наверное, мне пора сходить к эндокринологу. Если мы говорим о гипотириозе, о гипофункции, когда мало гормонов, то щитовидная железа очень сильно много, у нее нет специфических симптомов, то есть таких вот, этот симптом точно вам скажет, что это гипотириоз. Нет. Они все не специфические, их много, и поэтому ее тоже нельзя исключать, гипофункцию. Что это может быть? Допустим, мы стали отмечать, что в последнее время повышенно утомляемость. Ту работу, которую вы раньше делали, вы уже не можете делать с такой же легкостью, как и раньше. Нужно больше сил. Появилась какая-то апатия, лень какая-то напала. Утром встаешь, проснуться не выложишь. Встаешь, там, или раскачиваешься полдня, а потом после обеды вроде бы энергия появилась. Потом стало отмечать, что стало по утрам какое-то лицо не такое, оно себя не похоже, как будто вот вечно много жидкости выпил либо алкоголя, некоторые говорят, хотя не пил вообще. Пастузное такое лицо, особенно веки, многие отвечают, пастузный свет. Если посмотреть на язык, я всегда рекомендую смотреть на язык, это отражение все-таки работы желудочно-печечного, как-то метаболизма. Нередко может быть отечный язык такой, вот открываешь рот, может такой быть большой, да, и как будто не помещается во рту. Ну, еще язык, конечно, отражение там вообще и работы ЖКТ, там и налет какой есть, сухой и влажный, какой он ровно-неровный, да, мы это уже как бы, если есть проблемы, если он не розовый или влажный, без отеков, значит, проблемы если есть, идите к врачу, разбирайтесь. А что еще? Сухость кожи, да, вот стали замечать, что кожа стала более сухая, она повсеместно может быть сухая, не связана даже с сезоном, зимой там многие отмечают за эту батарею, да, потому что сухость повышена. Здесь еще вот ощущение, что и руки сухие, и хочется постоянно после воды и крема, мы с грима используем, где локти сухие, и пятки сухие, трескаются, да, стали отмечать, что состояние волос, какой-то вот не такое, меня жалуют, свои пациенты с гипотерезом, что волосы стали более сухие, они выпадают, и на ощупь не живые, что ли такие, ломаются, что у вас, особенно, у кого длинные волосы, они не замечают, но локти стали более ломкие, трескаются, слоятся, это вот признаки того, что щитовидная жизнь стала плохо работать. Что еще может быть? Могут быть запоры, нарушение работы желчатока, замедление перистатики кишечника, отмечают, что условно запором появилось, это что касается ЖКТ, что еще? Ну, набор веса, набор веса, который вообще всех всегда пугает, очень сильно. и настроение такое, оно может быть и апатичное, ничего не хочу, а оно может быть перебут, перепадами такими, то всплеск какой-то, то раздражительность какая-то избыточная, врушение сна кто-то отмечает. Вот такие признаки, они вроде не специфические, но всегда нужно посмотреть, а не стало ли щитовидной железой, что это не так, и если там проблема, то будет сложно решить, общее состояние, да, улучшить будет сложно. Ну да, по таким симптомам подходит сюда еще и нехватка витаминов и минералов, и стресс, конечно, все, поэтому, поэтому дорогие наши, все, кто нас сейчас смотрит, дорогие наши подписчики, если вы заметили вот хоть что-то из этого, пожалуйста, не занимайтесь самолечением, не тяните время, лучше сходить. Хотел бы сдать анализы, да, посмотреть, хотя бы если они в референд укладываются более-менее, то нет, наверное, повода или беспокойства искать друг друга, с другим причинам, да, у вас стресс, кстати, провоцирует. Если мы со стрессом не начнем работать, то потом уже, впоследствии, чуть позже, она даст сбой, потому что стресс это провоцирующий фактор. Наверное, нам бы дали Нобелевскую премию, если бы мы рассказали людям, как перестать стрессовать и вообще... Мы знаем про это все, как... Но... Держать мы об этом отечественном управлять. А чтобы следить за здоровьем, что видно, жизнь, всегда нужно сдавать гормоны или, например, достаточно делать УЗИ, или это должно быть УЗИ предоставлено? УЗИ, конечно, нам покажет, какая структура щитовидной железы увеличена, они увеличены, какой кровоток, активный, нормальный, эфогенность какая, есть ли образование, да, вот, чтобы понимать, что с ней, здоровая она или нет. Но она не скажет, как она работает, по УЗИ ты не скажешь. Если вам доктор пишет по УЗИ, что у вас там гипотиреоз или там гипотиреоз, гипотиреоз, он так косвенно может подумать, что что-то не так, но диагноз ставить по УЗИ врач не имеет права. Конечно, нужно сдавать анализы, нужно идти на прием, чтобы врач посмотрел, клинически, да, оценив, жалов, анализы на гормоны, совместил с ультразвуком, тогда уже ставится диагноз, и тогда уже решается, что дальше делать. И я советую все-таки раз год проходить обследование щитовидной железы. Если нет патологии щитовидной железы, то УЗИ можно и не делать ежегодно, да, если есть патология, любая, то раз год нужно делать УЗИ, а кровь на гормоны, там базовый, там, вот в ЧК, я говорю, ТТГ, Т3, Т4 свободно, все-таки советую сдавать, хоть вот традиционная медицина, предлагают только ТТГ мониторить и отталкивать уже от ТТГ, решать вопрос, что дальше делать. Я все-таки периферию предлагаю смотреть, Т4 это то, что вырабатывает щитовидная железа сироксина, Т3 это то, что на периферии превращается в насущие. Я тогда оцениваю уже в комплексе, нет ли там какой-то поломки, чтобы понимать, дальше идти нам, обследоваться в эту сторону, либо сказать, что здесь все в порядке и отправить, например, к гастроэнтерологу или психотерапевту, пациента, который пришел на прибыль. То есть даже такое бывает? Да, бывает. Настолько все тесно связано? Да, очень сильно. Я считаю, что если есть патология щитовидной железы, то как минимум три доктора можно. Это гастроэнтеролы, грамотные, которые поможут поддерживать работу ЖКТ, потому что без нормальной функции желчного печени, кишечника, не будут нормально метаболизироваться свои гормоны, вырабатываться, превращаться. То же самое, те, которые мы пьем извне. К сожалению, это так. Если мы не будем контролировать щитовидной стресс, иногда мы не можем сами справиться со стрессовой ситуацией. Нам, конечно, помощь психолога, психотерапевта нужна. Я сейчас не говорю про прием каких-то психотронных препаратов серьезных. Я говорю именно про помощь, которая оказывает разрешить какую-то проблему, помочь себе поддержать, потому что понятно, что семья может помочь, поддержать подруге, но помощь специалиста извне, который может оценить, отстраненную ситуацию. Посмотрите, дайте совет, она нужна каждому из нас. Любой период жизни нужна кому-то чаще, кому-то реже нужна. Казалось бы, а такой вообще не связанный момент со здоровьем какого-то отдельного органа, в конкретном случае щитовидной железы, настолько может повлиять на нее. Насколько вообще она, знаете, хрупка очень, реагирует на все. Вот даже когда у меня пациенты сдают анализы, они не очень хорошие. Допустим, я веду пациента, он ко мне приходит не раз, мы, например, подобрали правильную дозу терапии, и вроде бы он хорошо себя чувствует, в динамике сдают анализы, они плохие. Через 2-3 месяца, например, прям вот отрицательные, совершенно, и не можешь понять, что происходит. Я спрашиваю, а что было у вас? Скажите, что было накануне, перед тем, как вы пошли сдать анализы? Человек мне говорит, вот я только прилетела, мне нужно было срочно сдать анализы, и мы смотрим, там, ТТГ в два раза выше, перелет. Я говорю, ну нет, не надо, мы сейчас не будем обращать внимание на этот анализ, потому что, скорее всего, здесь была погрешность, перелет — это большой стресс. Стресс очень сильно влияет на щитовидную железу. Стресс может быть любой. Это может быть плохой стресс, это может быть хороший стресс, но это влияет. Наш организм любой стресс чувствует, как один стресс, там выработка кортизола. Когда мы испытываем стресс, снижается продукция ферментов, активность, вернее, ферментов, которые участвуют в превращении вот этих гормонов. Если мы в длительном стрессе, то мы длительно можем находиться в декомпенсации, поэтому я прошу таких, кто после перелета сдал, допустим, анализ. Или после праздника, говорю, что было? У меня был день рождения, или там я была на празднике на каком-то, и там поздно легла, мы там веселились, ели, и потом пошла сдавать анализ. Плохие анализы. Прошу сдать через неделю, например. Через неделю приходят хорошие результаты, поэтому, когда вы планируете все-таки пройти обследование щитовидной железы, сдавайте это в максимально в спокойном состоянии. Желательно все-таки это делать натощак, и чтобы это не было слишком позднего приема пищи, какого-то праздника. Желательно, чтобы в эту ночь вы высыпались более-менее относительно сенят нарушения сна, чтобы вы были выспавшимся, иначе будут погрешности. Пресловутый ковид, который затронул всех и вся, и специалистов, и пациентов. Продолжает, да, никуда это не одевается. К сожалению. Влияет ли он? Вот сталкивались ли вы с какими-то, ну, я не знаю, осложнениями, наверное, после перенесенного ковида? Как ведет себя щитовидная железа? И нужно ли внимательнее к ней относиться тем, кто это заболевание перенес? Смотрите, к сожалению, ковид затрагивает и здоровую щитовидную железу, но есть радостная новость, что она восстанавливается сама, может восстановиться после ковида. Есть такие статьи уже, клинические исследования, но тоже она страдает. Почему? Потому что выделяется очень много воспалительных факторов, снижается продукция ферментов, активность, я уже говорила, это как охранительный режим в этот период, организм старается сам это все замедлить для того, чтобы выздороветь, чтобы было меньше организм, как бы уходит в гипометаболизм, чтобы меньше расходовать энергии, потому что ему нужна энергия, чтобы выжить, да? Это нормальная реакция на этот стресс-болезнь. Но если у человека есть патология щитовидной железы, то есть он получает гормоны, например, либо у него тиреотоксикоз, он пьет там, наоборот, тиреостатики, заболел ковидом, то в этот период, конечно, происходит декомпенсация и, возможно, будет требоваться увеличение дозы препаратов. Поэтому, конечно, здесь нужно будет обязательно вместе с эндокринологом решать вопрос о коррекции дозы. Еще нередко, конечно, повышается сахар, если мы говорим про эндокринную систему, то приходится принимать в комплексе препараты и гормоны, метипред, дексаметазон, что-то назначают. И эти препараты контрансулярные приводят к повышению сахара даже у тех, у кого не было диабета до этого. К сожалению, это, возможно, и обратимый процесс, но в этот период, конечно, организм испытывает такой стресс. Поэтому, да, все органы и системы у нас под нагрузкой находятся. И если вы с заболеванием, то, конечно, у меня многие спрашивают, а через какое время после ковида мне нужно сдать гормоны? Вот часто спрашивают пациенты. И я говорю, ну, где-то через месяц, через 3-4 недели можно сдавать после выздоровления. Если вы себя более-менее, говорить, более-менее себя чувствуешь после ковида, конечно, это очень смешно. Да, но есть такие состояния, когда человек реально себя более-менее нормально чувствует. Но если состояние, после даже выздоровления относительного, ты перестала принимать вот эти все препараты, только поддерживающие какие-то БАДы принимаешь, самочувствие лучше не становится, прогрессируют эти признаки гипотириоза, конечно, нужно сдавать в процессе, наверное, да, чтобы вовремя откорректировать лечение, динамики, либо назначить терапию, да, если лучше не становится. Я думаю, что это тоже будет очень важно для тех, кто нас сейчас смотрит, потому что проблема действительно стала актуальней, да, еще более актуальней, чем она была. Но здорово, что сейчас есть эти данные, которыми можно воспользоваться, потому что в начале ковида всех охватывала жуткая паника, да, с тем, что делать, поэтому сейчас предупрежден, знание... Вот я хотела еще акцентировать внимание, что во время ковида, когда человек болеет, я вижу, что теряется железо, снижается белок, а это основные макро-нутриенты, макро-микро-нутриенты, которые необходимы для нормальной работы щитовидной железы. Если нехватка белка, это субстрат для выработки гормонов, нехватка железа, это тоже активный метаболит для эдотокса, для выработки гормонов щитовидной железы, если этого нет, то даже у здорового человека будет гипотиреоз, поэтому здесь, конечно, нужно будет после выздоровления особенно, уделить внимание коррекции, компенсации этих дефицитов. Бывает даже, что достаточно восполнить эти дефициты, и она сама начинает работать, просто ей помочь нужно. Поэтому, если вы недавно перенесли ковид, а может быть, даже и не недавно, и чувствуете себя хорошо, будет не лишним сдать анализы, посмотреть, не только кровь, а посмотреть кровь на наличие в ней важных... Поэтому тут, конечно, нужно следить за этим. Как я вижу по своей практике, иногда даже небольшое повышение гормонов, я не назначаю никогда сразу терапию, потому что, если я вижу дефицит, достаточно поработать с ними, и щитовидная железа сама начинает нормально функционировать, и не нужна никакая заместительная терапия. Я думаю, будет полезно рассказать, чтобы у наших зрителей осталась, знаете, такая памятка, вот я посмотрел, и помимо всего прочего, вот в конце еще и вынес для себя, вот что, вот это, вот это, вот это, вот это точно будет полезно для моей щитовидной железы. Ну, там, знаете, как, например, нам говорят, здорово есть крестоцветные, потому что они там обладают тем-то тем. Вот что нам надо делать, чтобы мы делали, и где-то морально сами себя хвалили за то, что я такими простыми действиями, да, в своей будничной жизни заботюсь о своей щитовидке. Ну, я всегда начинаю с правил ЗОЖ, то есть, помимо того, что питание, это важно, да, очень важен сон, сон это основа здоровья, нормальный иммунитет, нормальная выработка гормонов, циркальный биоритм, сохраненный все, это работа со сном, это достаточная физическая активность, это тоже никто не отменял для здоровья, да, и что касается питания, конечно, для питания, суперфуда я называю, для нормальной работы щитовидной железы, это употребление морепродуктов, продуктов, богатых йодом, потому что йод, йод это субстрат для выработки своих гормонов, при нехватке йода будет проблема. У меня спрашивают много, а нужно ли принимать йод в добавках, ну, здесь, конечно, вопрос такой, этот вопрос нужно задать врачу, после дообследования, да, вы можете смело там, либо принимать, либо он скажет доктор, что нет, но вот с пищей проблем нет, с пищей вы можете есть и морскую капусту, и водоросли, и рыбу, и морепродукты, ну, желательно, конечно, хорошего качества, хотя бы 2-3 раза в неделю включать, было бы уже неплохо. Ядерная соль, да, морская соль, которую мы используем ежедневно, это дополнительная дотация дефицита йода, недостаточности, которую можно, в принципе, пищу восполнить и держать на нормальном уровне. Это достаточное потребление животного белка, почему животного, потому что он, да, он полноценный, но он еще и высоко доступный для нашего организма, потому что растительный белок, они тоже есть полноценные белки, но биодоступность ниже, и чтобы был баланс, все-таки животный белок датировать нужно. А что сюда относится? Легкодоступный белок – это яйца, я считаю, что яйца вообще суперпродукт, потому что это легкодоступный белок, который содержит аминокислоты незаменимый. Это желток, который содержит насыщенные жиры, очень важный для выработки наших гормонов, те же напочечников, половых гормонов, витамин D, да, стероидный гормон, поэтому хотя бы яйцо в день вы должны съедать и не бояться о своем холестерине. Яйцо в день никак не повлияет на липидный профиль. Что еще полезно? Орехи. Орехи – это суперфуд, особенно бразильский орех, который содержит в своем содержании очень много селена и достаточно, допустим, 2-3 орешка в день, это не так много для того, чтобы восполнить дефицит селена. А селена – это важный минерал, который участвует в выработке гормонов щитовидной железы и в активности ферментов. Поэтому датируйте орехами, то есть белок едим, едим морепродукты, датируем селеном. Очень важны овощи, фрукты различные. Есть, конечно, такое понятие, что некоторые продукты, допустим, те же самые крестоцветные, они могут патологически влиять на щитовидную железу, как гойтрогены, которые блокируют работу щитовидной железы и выработку гормонов. Такое есть, пишут об этом, но крестоцветы очень полезны, потому что содержатся очень много витаминов, минералов, это клетчатка дополнительная. Противорак, насколько я знаю, когда ставлю на весы польза, вред, гойтрогены, конечно, крестоцветные, у них больше пользы, чем вреда. Единственное, что при патологии щитовидной железы, когда мы говорим об аутоиммунном тиреидите, когда иммунная система у нас под прицелом, то эти продукты нужно употреблять после термической обработки. Мы же все равно не едим капусту сырой, поэтому желательно минимальная термическая обработка, это что? Приготовление на пару раз, это может быть просто обдать кипятком два, что-то такое, где потушить, что-то такое применить, и это уже будет совершенно другой продукт, уже не будет такое действие оказывать отрицательное на наш организм. То есть достаточно потребления овощей, фрукты по сезону, это зерновые культуры, цельнозерновые, если мы говорим, лучше, конечно, употреблять необработанные вот эти продукты, которые не фасуд, не жареные, не жидные, но это правило ЗУЖ, это правило здорового питания, в принципе, которые укладываются в любые диетические мероприятия. они как раз помогут еще и правильной работе вашего желудочно-кишечного тракта, и это будет общий плюс для всего организма, и не только для здоровья щитовидной железы. Спасибо вам большое за то, что вы уделили нам время, поделились такими важными знаниями. Это действительно очень ценно сейчас, потому что ничего ценнее, чем знания от специалиста быть не может. Ведь когда они у нас есть, это значит, что у нас есть возможность действительно жить долго, счастливо и здорово, что сегодня очень-очень важно. Приходите к нам в гости еще. Спасибо. Всем до свидания. Всего хорошего. До свидания.